Дорогие друзья, сотрудники детского отдела Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вам немножко отдохнуть от серьезных книг, которые непременно нужно прочитать во время летних каникул согласно выданных учителями списков литературы и послушать неправильные сказки Андрея Усачева. Андрей Алексеевич Усачев родился 5 июля 1958 года в Москве. Писать стихи поэт начал еще в подростковом возрасте в вокальном инструментальном ансамбле, где играл на барабанах. После школы Андрей Усачев поступил в институт по изучению электронной техники, но после 4 курса бросил учебу. После армии поэт был зачислен на филологический факультет Калининского государственного университета, который окончил в 1987 году. В 1985 году автора стали публиковать благодаря журналу «Мурзилка». После этого Усачев сотрудничал с другими журналами – «Пионером», «Веселыми картинками», «Крокодилом». Для них он писал филитоны, юмористские стихи. В 1980 году поэт опубликовал первый детский стихотворный сборник «Если бросить камень вверх», за который получил первую премию на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей. Через год вступил в союз писателей. Несколько лет Андрей Усачев работал сценаристом и ведущим программ для детей. Очень быстро он стал популярным автором в российской детской литературе. В России выпущено уже больше 300 детских книг Усачева. Публикуется он также в Японии, Польше, Сербии и других странах. «Неправильные сказки» – это, конечно, книга хулиганская, но очень веселая. Автор взял сюжеты известных сказок и пересказал их по-своему. Взрослые читатели иногда называют такие вещи пародиями, но это не совсем пародии, даже совсем не пародии. А что же, именно «Неправильные сказки» – это и точно их название. Дети и сами любят нарушать правила, однако для этого они должны их знать. И чтобы понять неправильные сказки, нужно обязательно прочитать правильные. Поэтому книжка рекомендована детям от шести лет и умным взрослым. «Принцесса на горошине» «Принцесса поздно вечером из леса вышла к замку. Все смотрят недоверчиво на гостю самозванку». «Принцесса ли действительно красавица изящная? Известно, что чувствительно, принцесса настоящая». «Тут было королевою решение предложено, и под перину девушки подложено горошина». «А принцесса спит». «Кругом огни притушены, но в замке все встревожены. Принцесса на горошине не чувствует горошины. На простыне атласной лежит, откинув ножку. Что делать? Под матрасы ей подсунули картошку. А принцесса спит и слегка сопит. Принцесса на горошине, принцесса на картошине, Придворные растеряны, министры огорошины, Перетащили в спальню из кухни все запасы И ловко напихали принцессе под матрасы. А принцесса спит и вовсю сопит, да еще и храпит. Принцесса на горошине, принцесса на картошине, На репе, кукурузе, на тыкве и арбузе. И королева-матушка заметила извительно, Но просто удивительно, бедняжка, нечувствительно. Когда же утром овощи достали из постели, То был скандал чудовищный. Да как же вы посмели? И кто же это выдумал, такую гадость низкую? Надумали будить меня горохом и редискою. Поднять хотите неженку? Кладите ей в постельку, Клубниченку, черешенку, С вареньем карамельку. Могли бы мармеладку засунуть под подушку, А лучше шоколадку и свежую отрожку. Подбросили бы ночью мне торт под одеяло, Уж я тогда бы точно в одну секунду встала. И королева-матушка сказала извинительно, Ах, не сердитесь, милочка, Уж больно вы чувствительны. И в тот же день принцессу со свата Лиза принца. И мы закончим пьесу, конец, как говорится. Добавим, что на свадьбе никто не ел гороха, Поскольку от гороха особо нежным плохо. По щучьему велению. Сел папа на краешек детской постели, И сказку рассказывать стал о Емеле. Однажды в студеную зимнюю пору Емеля пошел за водою на прорубь. Но это мне, папочка, кажется странно. Он мог бы водичку налить из-под крана. Наверное, сломался водопровод. Понятно. Рассказывай дальше. Так вот. Воды зачерпнул он и вытащил щуку. Емеля немедленно схватил ее в руку. И вдруг говорит эта щука Емеле. Он мог же купить ее в рыдном отделе. Не мог. Магазин был закрыт на ремонт. Вот, бедный. Рассказывай дальше. Так вот. Исполнить могу я любое желание. Возьми тут Емеля и попроси. Пусть ведра домой отправляются сами. Так что же он глупый? Не вызвал такси. Не знаю. Наверное, забыл телефон. Эх, папа, какой же рассеянный он. Так вот. Наш Емеля, продрогнув у речки, решил за дровами поехать на печки. Забрался на печь и отправился в лес. На микроволновую печку залез. Послушай, ведь это же было давно. Ты, папочка, выдумал очень смешно. Так вот. Покатил он на печке старинной. Прохожих побил по дороге дубиной. Затем прокатиться решил во дворец. Влюбился в царевну. Женился. Конец. Уф. А завтра дождь смотрит с мольбою на папочку. Расскажешь мне про модную красную шапочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok